Штрафы за незаконный оборот алкоголя серьезно вырастут. В Оголовном кодексе Российской Федерации может появиться отдельная статья за незаконное производство и оборот нелицензионных алкогольных напитков. Соответствующий законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства России. Кроме того, ведомства также предлагают увеличить штрафы за производство и оборот нелицензионного алкоголя, установить ответственность физлиц за его продажу и предусмотреть уголовную ответственность за неоднократную незаконную продажу спиртных напитков. В Минсельсхозе утверждают, что законопроект поддержит отечественных производителей алкоголя, терпящих убытки из-за нелегальных производителей и продавцов. По словам экспертов, рынок нелегальной алкогольной продукции в России активно растет. Сейчас 65% объемов потребляемого россиянами алкоголя произведено нелегально. Не отстает от печальной статистики Ненецкий округ. Окажутся ли действенными новые санкции, выясняла Елена Семеновичева. Борьба с алкоголизацией населения в последние годы набирает все большие обороты. Рейды, общественные слушания, штрафы – все это не приносит желаемого результата. Кроме того, свои коррективы в статистику вносят и нелегальные производители и продавцы алкогольной продукции. В нашем округе цифры говорят сами за себя. За 2016 год и два месяца текущего года из незаконного оборота изъято 1232 литра алкогольной спирта, содержащей продукции. Составлено 54 протокола об административных правонарушениях. В отношении 24 лиц составлено 43 протокола за нарушение административного законодательства. В сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции через социальную сеть друг по кругу. В настоящее время производство спиртного без лицензии влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Согласно поправкам, новый размер штрафа составит не менее 3 миллионов рублей с конфискацией продукции. За незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если это повлекло причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, штрафовать от 2 миллионов до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет и штрафом до 1 миллиона рублей. За преступление в особо крупном размере предусмотрен штраф от 3 миллионов до 4 миллионов рублей, либо лишение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет. За незаконное производство и оборот нелегального алкоголя в особо крупном размере, либо при совершении преступления, организованной группой, от 4 миллионов до 5 миллионов рублей, либо лишение свободы или принудительные работы на срок до 6 лет. Штрафы серьезные, но насколько это меродейственно, вопрос двойственный. Ведь вся проблема порой заключается в том, что поймать за руку и выписать штраф в нашем округе фактически некому. Вот на селе у нас все-все знают, кто чем торгует, когда торгует. Вопрос заключается, и сделать мы ничего с этим не можем. С одной стороны, она вроде простая, потому что всем об этом известно. А с другой стороны, я еще раз говорю, ни одного заявления нет. В торговле нелегальным алкоголем сейчас трактуется как незаконная продажа товаров или иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Максимальный штраф для продавца – 2000 рублей, для юрлица – 40000 рублей. Заплатил и дальше пошел. Но по словам экс-бизнес-омбудсмена Валерия Чупрова, подобная система штрафов поможет вывести нелегалов из тени. Все мы знаем, это весьма актуально для нашего региона. Это, когда, минуя легальные торговые розничные сети, частным порядком, физлица занимается продажами неизвестно чего. Так вот, в этом случае, соответственно, будет усилена уголовная ответственность, кратно увеличиваются штрафы, неоднократная продажа может грозить справедливыми работами. Я думаю, что это многих образует на теневом рынке. То, что благодаря ужесточению ответственности произойдет значительное сокращение рынка нелегальной продукции, ожидать не стоит. Изменятся только санкции, а механизм борьбы меняться не будет. Как и прежде, все зависит от работы правоохранительных органов и сознательности самих граждан. Напомню, законопроект об ужесточении ответственности за незаконное производство и оборот нелицензионных алкогольных напитков прошел в первом чтении. Впереди еще два слушания.